Насколько качественно СОО контролирует деятельность участников рынка в части соответствия статарта. А можно ли сказать, завершая выступление, можно ли сказать о том, что появление таких требований означает некие дополнительные объединения для участников рынка? Сразу предвосхищая подобную дискуссию, мы уже прошли этот путь в отношении микрофинансового отрасла, практически прошли в отношении других отраслей финансового рынка, и в большинстве случаев рынку, наоборот, нравится то, что появляются такие требования, по крайней мере, здоровая и активная часть рынка, потому что это позволяет защитить себя и защитить рынок в целом от деятельности микрофинансовых участников. А ведь это такой обоюдно-острый меч, поскольку за несоблюдение стандарта на систематической основе компания может, даже в некоторых случаях должна быть исключена и срок, а исключение и срок, оно, по правилам, означает логическую утрату права на ведение инцидионной деятельности. Таким образом, создав и правильным образом в течение 2017 года, имплементировав данный механизм регулирования, мы называем это вторым контором или даже третьим контором регулирования, если первый это закон, второй нормативный акт, а третий это базовый стандарт, мы, как и надеемся, сможем создать более прозрачный, приемно-ориентированный рынок в наших общих интересах, включая, безусловно, интересы потребителя. Готовы к диалогу, полагаю, что мы создадим отдельную рабочую группу с привлечением всех заинтересованных сторон. Думаю, что срок должна будет сыграть здесь первый скрипт по отбору участников, но со своей стороны никак не ограничивать число желающих поддискутировать и довести текст до уровня, который будет взаимоприемным. Так что приглашаю всех к активному диалогу и сотрудничеству в интересах и качествах. Спасибо. Корею в зале, есть ли вопросы к Михаилу по теме презентации? Николай, когда предполагается начать и завершить разработку стандарта? Ну вот, смотрите, как я уже сказал, 2-го июня мы разместили для публичного обсуждения проект требований базового стандарта. После того, как, скажем, в течение нескольких недель мы согласуем, мы отдадим эту администрацию в Индьюз, а Индьюз обычно регистрирована в марте в течение месяца, поэтому можно надеяться, что в течение лет у нас будет регистрирована в марте. А в течение осени нам как раз нужно будет с вами вместе пробовать содержание стандарта, договориться о них с учетом лучшей международной практики, наше понимание лучшей практики. И мы бы хотели, чтобы до конца года мы начали работать. То есть, в Новый год мы точно войдем в новую стандарту. Пользуясь случаем, хотел бы про жалобу спросить. На кого по секторам больше жалуются брокеры, угрожающие компании, регистраторы? Кто? По секторам могу сказать. На брокерам, конечно, большие подрывы лидируют в этом зачете. В общем, не знаю, правда, хорошо или плохо, но это факт. Значительно меньше жалуются регистраторов, где-то в середине находятся все остальные. Причины понятны. Это просто и более массовый тот участок, который в большинстве работают с различными делами. А у церковистского и КПИ, вот сейчас приходит условная цифра, 5 жалоб за тысячу клиентов, а потом и 2 с половиной, значит, права стали более защищены. Или нет этого? У нас, во-первых, мне очень понравилась дискуссия про КПИ. Бюрократический термик, этот формализован. Мы-то все думаем, что это лучшие практики бизнес, пытаемся любить для себя. Оказывается, бизнес уже считает КПИ признаком заформализованности. Но как бы то ни было, это некий количественный критерий, которые позволяют оценивать эффективность работы. Очевидно, что снижение числа жалоб общее не может являться КПИ, просто потому что наша задача состоит в лучшем информировании потребителя и его права. И чем выше финансовая грамотность, тем более активно пользуются инструментами защиты прав, поэтому рост числа жалоб еще совершенно не означает улучшение ситуации с его удовлетворенностью. Для этого есть более сложные метрики. Мы каждый год меряем какой-то индекс, как удовлетворенность потребителя, качество финансовых услуг на разных рынках, сопоставляя его с жалобами. Вот что важно, на что мы будем обращать внимание в рамках медведческого надзора, серьезное внимание, это на дисперсию количества жалоб, например, по определенному продукту. То есть продукт может быть примерно одинаковый, где средняя температура в больнице, там, 2 жалобы на 1200, например, или 20 жалоб на 1200. И нас больше интересует распределение компаний относительно этого среднего. Компаниями, которые жалуются меньше, среднего, очевидно, лучше работают с клиентами в этом семейце, чем те, кто находится в каких-то отрицательных передвиках производства. И мы будем в первую очередь работать примитивно в части примитивного надзора с теми, на кого жалуются больше среднего. Это будет достаточно интенсивная работа, направленная, соответственно, выявление причин происходящего и совместные попытки вылечить эту болезнь, ну, не давая ей развиться. А мы вот с утра сегодня много говорим о больших и малых брокерах. Опять же, по статистике жалоб на тысячу договоров, большие и маленькие брокеры чем-то отличаются, или примерно одно и то же. С одной стороны, у маленьких должно быть больше переринкориентированности, они каждого клиента знают в лицо. Зато у больших стандарты, те же самые KPI, и некие конвейеры, обслуживанные создания довольно клиентов. Но, вы знаете, формирование качественной аналитики для меденческого надзора, вот такой аналитик потребительских угроз, это одна из наших задач на ближайшие несколько месяцев. Когда мы эту систему запустим, мы готовы бы с каждым отдельно обсуждать, почему мы с каждым делаем больше, чем другого. Публично мы пока такие данные не готовы озвучивать, просто в силу определенной чувствительности, как потребителя, как потенциальных конкурентов. Но мы не видим какой-либо выраженной зависимости, скажем так, веса жалоб к размеру компании. Если смотреть, конечно, на крупных жалуется абсолютно за счет больше, но на крупных нет. А вот какой-то зависимости очевидно размера компании и доли жалоб, которые приходятся на то же количество реглам, не выглядит, скорее-то результат настройки внутренней системы. Есть еще один вопрос. Вопрос в том, что вокруг его стола просили задать вам. Мне тоже, кстати, очень интересно касается категоризации клиентов и все-таки будут ли плечи для нехвалов хотя бы первыми плечом, хотя бы для того, чтобы он в любом случае списание тарифов, техническое плечо может задать, но хотелось быть полноценными первыми. Ну, ничего, мы коллеги, договорились. Я напомню, что мы договорились, что тормозить плечом, это вполне не риск. И для нехвала, как называемая особо защищаемая категория, это не хвалов с остатком средств напротив, с учетом менее 400 тысяч рублей, торговля с плечом, исключая техническую часть, возможно, если он сдаст в главный экзамен. Но это должен быть несложным, в нашем понимании. В главный экзамен, сдавая через биржу, возможно, через интерфейс брокера, для того, чтобы областить взаимодействие, если человек может ответить на 10 вопросов условных, в чем риск тормозить плечом, в чем преимущество тормозить плечом, то вперед, никаких проблем. Но если он этого не понимает, и не может даже объяснить, что такое плечо, то, наверное, открывать себе такой тормозить означает подвижать еще и себя риск, чтобы это объявить. Понятно. Продолжая тема, которая обсуждается с утра, это конвергенция классического брокериджа и диридного управления, который, по сути, сливается в одну услугу. Тимур, вы уже начали смешивать брокерку с того, или все-таки классический брокеридж, ну, всегда? Слушайте, нет, ну, проблемы это существует, потому что классический брокеридж от ДУ, в моем понимании, отличается одной принципиальной вещью. Это тем, кто все-таки принимает решение по транзакции. В первом случае, если ты делаешь классический брокеридж, ты пытаешься видеть клиента и продать ему какую-то инвестиционную идею, в результате которой ты хочешь услышать клиента, да, окей, я готов это купить. Во втором случае, если ты делаешь движительное управление полноценное, то ты, в общем-то, там, убеждаешь самого себя о том, что это крутая история, покупаешь клиент, не информируя ее о сути. Вот нам всегда был, опять же, лично нам было всегда более симпатичной идеей классического брокериджа, несмотря на то, что это тяжелее было продавать, всегда, то есть надо потратить гораздо больше сил для того, чтобы объяснить клиенту, что что-нибудь все-таки продаешь, почему эта компания продает, почему ее акции можно купить, или почему именно вот эти акции, они поднадежны и догодны. Но если при этом ты хорошо сделал свою продажу, если ты хорошо и качественно клиенту объяснил весь набор возможностей и рисков, связанных с этой инвестицией, потом что-то идет не так, то у тебя, ты имеешь большее кредит доверия от клиента. Клиент не только покупает твою собственную меняльность, которая часто растворяется вместе с изменением конъюнктуры рынка, но клиент покупает саму идею и он с гораздо больше шансов, что при следующей коррекции рынка он не убежит обиженность тем, что управляющий плохо не управлял, а сумеет, в общем-то, дождаться реализации той идеи, той стратегии, которую ты ему и продавал, собственно. То есть здесь как раз вопрос, как раз устраивать таких долгосрочных длительных отношений, если клиент лучше понимает, почему нужно купить ту или иную бумагу, то он легче переживает какие-то более сложные периоды на рынке. Поэтому это, безусловно, клиент все равно полагается на управляющего, что в случае, когда ему консультант что-то советует, что в случае, когда консультант пьян и действует за него, итог может быть один и тот же, или одну и ту же акцию. Просто в первом случае мы тратили кучу энергии, чтобы объяснить клиенту, почему мы ее купили, а во втором, ну, прокомментировали это в рамках некого периодического общения с клиентом, вот, смотри, мы тут в этом портале делали такие штуки. Первая штука более затратная, то есть там, ну, даже раз продавать ему эту историю несколько сложнее, хотя для клиента там количественный результат может быть схож. Но в первом случае, ну, наверное, доверия, с нашей точки зрения, может быть, несколько выше. А я вот две недели назад был в городе Благовещенске, сувениры покупал перед отъездом, мед, прихожу в номер, пакетик с медом, листовка. Благовещенск, мне не ожидал. Торговый робот, 72% годовых. Это понятно, что это жулики, конечно, но в целом, я купил ВКонтакте торгового робота, предъявил Квикули, Танзаку, вот что это будет? Я решение не принимаю, мне вот продали систему, это ДУ или не ДУ? Поэтому вопрос по спекулятору, Тимур, у вас, как по зрению? Вы знаете, это действительно сущность довольно новая, потому что классическая ДУ, как и любой, ну, то есть любой ДУ для клиента в черной ящике, если человек не понимает, как эта штука принимает решение, то дать верим на управление. Вопрос в том, что у тебя ответственность, кто несет в какой-то виде, какой-то, не знаю, моральной, инфитуциональной, ну, в какую-то другую ответственность, вообще непонятно, видимо, производитель этого чудного робота, вообще идеальный вариант, поэтому, наверное, так большинство форекс-дилеров любят маркетплейсы, трейдеров, различные инструменты обезличивания ответственности через как хорошие, по сути, свои инструменты, так и не общие. Мне, что сетят роботов форекс-дилеров не подают, причем мне кажется, что форекс-дилеров для форекс-дилеров много роботов предлагают купить, хотя форекс-дилеров, безусловно, активнее, причем форекс-дилеров не наши, офшорные, те, которые регулируются, они стали на удивление какими-то тихими и спокойными, все-таки регулирование – великые вещи. Михаил, а ЦБ как-то от этого момента помогает тебе. Я уже говорил, что мы принимаем, с одной стороны, объективные причины по имени разбития, а с другой – надо вполне подумать над всеми критериями безопасности. Я был, скорее, в городе в Индарии. Коллеги, вы иногда спрашиваете, зачем мы так сильно упекаем клиент в последнее время, нам что делать нечем, человек не мурак, он все знает, нам тут разберется. И чисто гипотетически я вот с такой концепцией квалифицированного потребителя, который принимает национальные решения, в душе готов согласиться. Есть у меня одно «но». Вернее, одно «но», но я просто скажу. Мы недавно провели исследование по фенграмотности, по нашему заказу, по «Анфо», и там был вопрос в том числе, про соотношение с доходностью. Совершенно партоксальным образом значительное число наших граждан верит, что чем выше доходность, тем ниже риск. У меня тоже есть объяснение. Они объясняют вот так, мы спрашиваем, там были вопросы, почему он это передавал. Ну как, почему? Потому что если компания может платить 32% годовых, значит, у нее с клиентами все прекрасно, и у нас состояние устойчивое. А если 6, то она не сует концы с концами. Давайте, друзья, в отходе ссы. Понимаете, мы переоцениваем знания нашего рядового инвестора, которого мы хотим сделать инвесторами. Не все так просто, и это сложная история, в которой мы, опять же, все должны быть интересованы в адекватности и принимаемых решений. Поэтому для людей, не обладающих специальным опытом, образованием, знаниями лучше подстраховаться в общем интересе. При этом стоит признать, что частые сияния вполне толерантны к риску. Как, к примеру, историю рассказали в Казани, мы там при получении финансовой грамотности подписали стопу соглашения, и там мне рассказал местный журналист, что она ехала на поле здесь в Москве, и с ней в одном огонь ехали казанские полицейские, которые возили бабушку в Москву, жертву пирамиду, не перекачив, пусть говорят. Она рассказывала, как пирамиды ее обманывают. Собственно, что она спросила бабушку, бабушку, ты в Польше в пирамиды не пойдешь? Бабушка сказала, конечно, пойду, потому что деньги я терял уже много, а с по разным причинам. Возможно, получить 30-50% за месяц представляется не каждый день. Ну, ты такая твоя денежная материя? Вы знаете, вот можно подумать, что мы сговорились с ведущим, но это не так. Спонтанно, но очень вопросы к теме, потому что там был еще один вопрос как раз по отношению к пирамидам, к рисковым инвестициям, и мы увидели, что там около 15% чуть меньше граждан инвестируют в пирамид сознания. Они знают, что это пирамида, но полагают, что это просто определенный вид исполненного инвестиционного вложения. Если следовать определенным правилам, вовремя войти, вовремя войти, то ничего страшного в этом нет, наоборот, можно хорошо заработать. Я один раз был на встрече с вертой финансовой пирамидой, в одной и той же республике, не в этой, но в другой, рядышком. Я бы, честно говоря, думал, они будут нас попрекать, что мы не защитили, а они нас попрекали, что рано закрыли пирамиду. Мы успели, я на том, что это. Мы успели сделать, потому что средний срок жизни 2 года, а этот через полгода закрыли, и мы все прогалили. Проблема не только финансовой грамотности, это еще и проблема финансовой рейсики, и финансовой определенной культуры. Это нужно все развивать в совокупности, но мы действительно должны помнить, что определенная часть сограждан идет на это риск осознанно, и это не заключение. В рамках нашей победы мы еще важны развертить тему новых продуктов, потому что всегда предполагается, что если говорим о новых клиентов, то для новых клиентов нужны новые продукты. Я вот, кстати, в этом трепо не всегда уверен, потому что, с одной стороны, новые продукты – это некое размытие спроса, на самом деле, для нас, для брокеров, и усложнения выбора. Для АЦБ это потенциально новые жалобы, хотя бы к тому, что в новых продуктах нужно еще разобраться, когда есть старые, привычные. Милан, опять к вам вопрос, нет ли самой культурно-продукции по манировке, что нам обязательно нужны новые продукты. Розница, в принципе, консервативна, она покупает то, что продается, и уже не требует делать у меня что-то новое. Может быть, тут слишком много новых продуктов, боевые. Перепорт? Ну, мы как раз не ставим здесь никаких задач, QPI, тем более, что это биократический термин. Это вы же сами определяете, продукты, они появляются рыночным путем, как правило, хотя есть синтетика, но, нам кажется, главное, это нормальное соотношение риска доходности и профиля с профилем клиента. А уж, будет ли это стартап, или что-то новое, пока что-то будет. Владимир, я вот тут готовил заранее, вообще-то не знаю, задавать или нет, потому что Юрий Минц уже сказал, что открытие работает исключительно на ЦБ, а о новых продуктах речи не идет. А я хотел вас просто спросить, откуда вы вообще идете, мы вы продукты берете, от клиентов сами приотвиваете, западный опыт копируете, и что у вас в бедности нового появилось за последнее время? А наоборот, я бы сказал, что ничего. Проверить надо, не поймать. спасибо, что задали мне так сказать, радует выступление. На самом деле, наверное, мы идеи черпаем отовсюду, это единственный правильный ответ. Мы очень пристально смотрим на потребности клиентов, потому что мы сейчас в предыдущей дискуссии обсуждали склонность к риску и то, как человек выбирает между риском и доходом. Мы, кстати, в свое время почувствовали, как он выбирает, потому что у нас было два пункта в выбираторе продуктов. Один пункт звучал, как какой суммы денег вы должны рискнуть. В общем, мы выходили из этого пункта на его склонность к риску, а второй пункт был какую доходность выходить. Вот там был, собственно, этот самый парадокс, что все хотят с риском ноль зарабатывать восемь годовых. Мы поняли, что это нонсенс и изменили просто и дали клиенту только один выбор. У них такой один движочек слева написано «меньший риск», а справа написано «больше доход». И ты уже начинаешь понимать, что ты не можешь выбрать и одновременно «меньший риск», и «больше доход». Почему это все? Потому что, на самом деле, пользовательское поведение и потребности клиента, это, наверное, единственное, что должно двигать в развитии продуктов. Другой вопрос, как мы их потребности узнаем. Мы можем о них, не знаю, путем, говорили про дизайн мышления, эмпатия, что угодно, мы можем об этом сами подумать и где-то в мозговом шторме выдумать, под какие потребности клиента нам бы еще предложить какой-нибудь продукт, а можем, на самом деле, спросить клиентов. Конечно, мы прекрасно помним пример Кенри Форда, который, если бы спросил, что нужно его клиенту, то он бы продолжал усовершенствовать лошади. Но вот тут нужна тот самый симбиоз здравого смысла продуктовиков и креативщиков и потребности клиентов. Никак иначе. И по поводу того, какие клиентские сегменты мы видим и какие продукты мы развиваем. Глобально есть три категории потребностей. Условно. Есть потребность самостоятельно осуществлять контроль за своими... Я сейчас говорю только про инвестиции. Мы в инвестициях не будем рассматривать покупку автомобилей или что-то еще. Я хочу сам контролировать то, что я делаю, и тогда я пойду в профередж, в трейдинг, буду сам этим заниматься. Буду сам, кстати, осознанно вкладывать деньги в какие-нибудь пирамиды. Из одной пирамиды перепрыгнули в другую. И еще на YouTube есть ролики про то, как правильно выпрыгнуть, впрыгнуть в пирамиды, что-то интересное. Вот. Вторая потребность это, собственно, я не хочу ничего контролировать, я хочу пассивно ехать в этом поезде, мне нужна доходность, и я уже начинаю соотносить как-то доходность с риском. Соответственно, вот вам, пожалуйста, удовлетворительное управление, боевые инвестиционные фонды, я не хочу думать вообще во что там мои деньги вложатся. Поэтому я и в банок его на депозиты кладу, там все предельно понятно. И вот сейчас появляется, почему появляется ОЛД-торговля, там, ОЛД-идвазинг и все остальное, потому что появляется класс клиентов, которые хотят и контролировать, и не участвовать в управлении. И это такой интересный парадокс, он появился. Поэтому люди хотят там, в робо-идвайзинге сформировать себе партию, и раз в полгода, и раз в квартал получать отчет о том, о что происходит с моими инвестициями. Поэтому мы, безусловно, эти тенденции видим и делаем про них продукты. Для трейдеров мы сделали, наверное, за последний год, основное, что было сделано, это единый брокерский счет, который мы практически уже все площадки обеспечения валюты сделали и так далее. Я думаю, что в ближайшее будущее мы сделаем единый брокерский счет с иностранными бумагами. Здесь, как сказать, Московская биржа же нет. Поэтому, может быть... швейцов же остановился, иностранные бумаги нужны, брокеры должны готовить, что не нужно давать, потому что он к этому идет. Так что, все нормально. Можно говорить, потому что, если нет, швейцов же остановился. Поэтому, не единый брокерский счет это для, так сказать, внедрителей инвесторов на совершенствовом модельных, на совершенствовом линии модельных портфелей, выбирая, соответственно, те портфели, которые по риску доходности, но сейчас могут быть, скажем так, спросить. Вот. Наверное, это и все. Кстати, я проект клиентов поддержал, просто и товарищи Форта. Просто, я помню, мы год назад проводили опрос клиентов интересными торговать с криптовалютами. Полтора процента ответили, может быть, за с вами безразлично. И вот, как вот пошел вот этот вот плаччейновый бум, обращение к клиенту, сейчас написал письмо, он даже нашел какой-то тростовый фонд американский, который торговится на OTC, инвестирует в биткоин. Мы даже могли вам дать, но он не хвал, поэтому вот. Ну, клиенты, как правило, достаточно поздно осознают свои инвестиционные потребности. У нас тут почти закончилось время. Хотел, наверное, последний вопрос задать представителю ВДП. Вот. Каково вот живется в своем условном ментуаре? Сергей, я скажу, не на силу какого-то рынка для него русского Робин Гуда сделать, ну, проведационные ипотечные препятствия. Я слышал, что-то не такое, что вот фото и вы уже пляшет на эфире Сбербанка. Ну, с точки зрения инвестиционных ипотектов. Ну, аудиции, конечно же, есть, и куда-нибудь не деться. Здесь не вызывайте, но не всех планов готовы сказать, но все сервисы у всех банковских и литеров они находятся примерно на одном одинаковом уровне. То есть Сбербанк, ВТВ, Альфа-банк. То есть вот тот уровень примерного сервиса линейка одинаков. Другое дело, когда речь идет о небанковских брокерах. Здесь, конечно же, они исторически работают гораздо лучше. То есть есть недалекая квалификация, есть и счета, которые хорошо работают, в которых нет, как правило, банковских брокеров. И в данной ситуации мы находимся в состоянии догоняющих. У нас есть более крупные клиенты с немножко другим спросом, но тем не менее мы догоняем индустрию и думается, что в конце года мы с коллегами придем к тону, к чему не банковские брокера пришли еще год-два назад, в зависимости от того, кто как пропал, кто-то там и не еще сделал в этом году, кто-то там сделан несколько лет тогда. То есть сейчас пока мы в состоянии догоняющих. Но одновременно, когда ты разрабатываешь что-то, что уже изобретено, то у тебя есть преимущество, потому что ты можешь использовать наступление награды уже всех подряд с рынка. Ты можешь сделать гораздо более обосредный продукт для своих клиентов, понимая, чем выращивается дна, талия, и или грабли, которые не смеют. Что касается новых продуктов, то именно не сервисов уже о продуктах, то действительно у банков есть свои дополнительные фишки, которые мы используем в работе. Например, в ЭТВ-24 собираются ипотечные банды для нас. ипотека в качестве большинства ипотечного рынка. Разумеется, ипотека стерилизирована и лежит в качестве бандов на всём балансе. То есть как раз наша идея стоит в том, чтобы сделать эти данные, активизировать их до розницы, сделать, с учетом того, что они являются, это сделать неживотную оферту, сделать там ежеквартальную выпуск упоров, так, чтобы продукт максимально напоминал И мы считаем, что эта штука пойдет. Мы планируем выпуск к концу года, когда, как мы надеемся, центральный банк удержал ключевую ставку, удерживая инфляцию на ровно 4%. В общем, регулярные классно-ручные показатели. Видимо, ключевая ставка будет продолжать снижаться. И, соответственно, для нас это получится так, что физики смогут финансировать протеку других физических лиц. Это здорово, это очень важно. Не будут нам влиять на нормативы, ну и, соответственно, это будет очень качественная форма. Я просто знаю, что соседняя аудитория уже аплодирует. Я не могу, чтобы начать лопать, а есть еще возможность ответить на несколько вопросов, пока не есть. Если вопросов нет, можно лопать. Вопрос есть, не лопаем. Здравствуйте, я не постичеляю, я на плане Кребеев. У меня вопрос к Мамуту Михайловичу. Хочется, пожалуйста, сказать, что провели тестирование на финансовые граммы изразилия, где можно ознакомиться с результатами этого участка? Я не помню, сейчас разместили мы его уже нет на сайте Банка России, но если нет, то разместим обязательно в ближайшее время. Там суть состоял именно в определении основных типов поведенческих моделей на финансовом рынке. Это не только уменькие знания, но и специфики поведения, о них мы говорили. И мы выявили восемь или девять основных паттернов. И основная идея в том, что их надо учитывать всем, как вам, так и нам, в продвижении грамотности и механизм защиты паттеров. Вот поэтому я спрашиваю. Еще вопрос. На основе чего вы делали выбор? Выбор чего? Выбор у людей, которые попрашивают? Это стандартная статистическая выборка достоверная, которая делается... Выбор? Ну, я сейчас не помню цифры, но она отличает контерием амнибусов, которые проводятся в социологических. Да, это все будет презентация, обязательно. А, спасибо, спасибо. Еще вопросы? Тогда можно хлопать. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.